Литературное объединение «Буйские голоса» отметило 20-летний юбилей. Награды, благодарности, подарки, поздравления праздник получился по-семейному теплым и уютным. На торжество в гостиную Буйского краеведческого музея имени Тамары Васильевны Ольховик пригласили настоящих друзей, тех, кто внимательно и с любовью следит за творчеством буйских поэтов. Взмах крыльев бабочки рождает гром в дальних мирах. Так часто напоминают о том, что на первый взгляд незначительное событие может иметь масштабные последствия. Невесомой нежностью окутывают сердце стихи о любви. Точностью фраз и глубиной познания жизни завораживает проза. 20 лет объединяет ценителей слова литературное объединение «Буйские голоса». Преданность творчеству, уважительное отношение к слову, как к главному выразителю мысли, поддержка друг друга на всех зигзагах судьбы – вот то лучшее, что объединяет членов ЛИТО. Значение литературного объединения невозможно переоценить. На протяжении всей его работы здесь задается и поддерживается уровень развития литературного творчества в Буйском районе. Здесь сохраняются знания, неприходящую ценность которых еще предстоит осознать. Здесь доброжелательная атмосфера, позволяющая преобразовать потенциал человека в реальность, возможности в свершении, замыслы в произведении. 20 лет творческому объединению – очень значимая дата, и поэтому нам очень хочется, чтобы она стала заметным событием в культурной жизни нашего города. За 20 лет в нашей стране исчезли предприятия-гиганты, журналы, газеты, киностудии, а маленькое творческое объединение людей под названием «Узкие голоса», несмотря на все эти сложности и трудности, продолжает жить, творить, выпускать новые литературные сборники, отмечать очередные творческие юбилеи, нести русский литературный юбилей нашим выявлянам и, прежде всего, молодежи. Что же такое «Узкие голоса»? В чем их сила, крепость, секрет долговетия? Я думаю, что каждый присутствующий сегодня здесь в зале по окончании нашего вечера сможет дать ответ на эти вопросы. Какова же миссия литературного объединения «Узкие голоса»? Учиться и учить писать, пропагандировать поэзию среди боевля, издавать литературные сборники и просто общаться. За прошедшие годы в ходе совместной работы, творческих встреч, интересных экскурсий, члены объединения лучше узнали друг друга и сдружились. Здесь бережно хранят память о тех, кого рядом уже нет. Но творчество, переживания, советы этих людей остались неоценимым наследием. На экране появлялись фотографии людей, ставших для всех дорогими. Божество и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Вот это днины одной короткой фразы нашего солнцевой поэзии. То, что сегодня, я думаю, испытали мы все. Спасибо вам огромное и за все, и отдельно за этот вечер. И от имени администрации городского округа «Мород Буй», от имени отдела культуры молодежи и спорта, примите поздравления с 20-летием литературного объединения «Буйские голоса». И для нас отдела культуры молодежи и спорта, учреждений, которые с вами сотрудничают, мы видим вашу работу, мы видим, насколько она многодранна. Во-первых, это ваше творчество. Оно замечательно, что оно не иссякает у каждого из вас, что ваша музыка поэтическая всегда с вами. Во-вторых, та работа по просвещению, по духовно-нравственному воспитанию, которое вы все ведете. Очень много сегодня я просто не смог вместить в этот вечер, а мы знаем, сколько встреч с читателями, сколько поэтических вечеров. Как бережно вы храните память тех наших поэтов-писателей, которых с нами уже нет. Как много вы делаете для того, чтобы мы продолжали открывать для себя, мы, все его являне, продолжали открывать для себя их творчество. Литературная премия имени Юлия Константиновича Раскуляров. Конкурс молодых литераторов «Дебют». Замечательный был совместный проект у нас поэтические чтения, литературные поэтические чтения. И библиотека планирует в ближайшее время эту форму возродить. И много-много еще, наверное, что я здесь не смогу перечислить, но это все мы вместе делаете вы, делаем мы вместе с вами. И очень надеемся, что вот эта огромная работа будет продолжаться, потому что она свои плоды приносит. Может быть, не всегда они нам заметны, но слышим мы стихи в исполнении наших детей, видим их и на конкурсе шкинцов, и на разных мероприятиях, слышим песни поэтов. И замечательно, что песни на стихи буйских поэтов. Продолжаем писать на эти стихи музыку наших композиторов, продолжают их звучать все новые и новые голоса певцов. И пусть это будет продолжаться всегда. В этот вечер вспоминали самые яркие события из жизни Литобъединения. Значимыми событиями всегда были встречи с поэтами и писателями. Пробуждение творчества и повышение уровня мастерства, открытие новых горизонтов, обмен опытом, получение внятной рецензии на свои произведения – вот только самый скромный перечень возможностей и объединения буйские голоса. Замечательные поздравления прозвучали на вечере. Они были добрые, с юмором, стихами и прозой. Очень рада возможности лично поздравить вас с этим замечательным праздником, с 20-лети вашего литературного объединения. И сказать о том, что целые эти годы вместе с вами мы провели очень много разных интересных литературных праздников, творческих встреч, которые проходили не только на территории Гуйской межпоселенческой библиотеки имени Ирина Ивановича Куликова, но и на наших сельских учреждениях культуры. Я уверена и говорю вам о том, что вас в Буйском районе любят, знают и ждут. И надеюсь на то, что наше сотрудничество с вами будет только развиваться, крепнуть, и мы вместе с вами проведем еще немало очень интересных мероприятий по продвижению книги, по продвижению чтения, по популяризации творчества наших земляков. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, конечно же вдохновения, творческих успехов. Пусть ваши стихи печатают, читают, пусть у вас появляются новые поклонники вашего таланта, и пусть у нас будет побольше возможностей для того, чтобы вместе с вами провести интересные презентации ваших новых сборников. От имени Центральной городской библиотеки городского округа город Буй разрешите поздравить от всей души коллектив литературного объединения «Буйские голоса» к 20-летнему юбилею изучать коллективный адрес. Два десятилетия со съездия ярких литераторов радуют читателей своими талантами. Эти годы, наполненные творческими событиями, писали яркие страницы в культурную жизнь города. Члены литературного объединения проявили себя настоящими затыкальними ценителями художественного слова. Они являются активными участниками литературных праздников, мероприятий, инициаторами в связи с читателями в библиотеке. Благодаря творческому климату и непрерывному совершенствованию много лет не иссякает поэтический потенциал объединения. Растерное сердце, появляются новые произведения. Все 20 лет литературное объединение «Буйские голоса» и библиотека идут рука у руку. Благодарим вас за огромный вклад в развитие культуры пуйской земли, за то, что своим творчеством и своими именами вы славите нашу другую город. От всего сердца желаю вам вдохновения, новых клип и литературных празднований. От себя лично как человека, как женщины, потому что я получила очень большое удовольствие, слушая замечательные стихи и стихи о любви, и это мне очень важно, нужно, без сомнения. И, конечно же, от лица отдела образования, администрации городского округа города. Позвольте зачитать уже благодарственное письмо в адрес уважаемых членов литературного объединения «Буйские голоса». Искренне поздравляем вас с замечательным юбилеем. На протяжении 20 лет литературное объединение «Буйские голоса» носит большой вклад в культурное развитие нашего города, нравственное и патриотическое воспитание жителей города. Ваши талантливые и яркие голоса дарят надежду и оптимизм, просвещают, учат тепло относиться друг к другу, любить Родину и свою землю. Преданность творчеству, уважительное отношение к слову, простота и искренность, любовь к людям и природе, память о тех, кого с нами уже нет – вот основа тематики литературного объединения. А это тема вечная и значимая всегда. Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке. Все присутствующие с интересом слушали рассказ Валентины Гусевой. Как зародилось литературное объединение «Буйские голоса», как развивалось, какое количество сборников было выпущено за это время. Нам самим удивительно, что мы живы 20 лет, наше объединение «Буйские голоса». И во-вторых, конечно, при подготовке всех, всех, кто был, кто уехал, кого уже нет с нами, всех вот вспомнили, все это отложилось. Так что воспоминаний было очень много, и сегодня отчет об этом будет предоставлен. Вот я составляла список всех, начиная с начала. Получилось 27 членов нашего объединения «Буйские голоса». Это не так уж и мало все-таки. 1998 год, так по-моему, выходит общий сборник «Это наша с тобой страна». Его пробила фактически Нина Витольдовна Смирнова, и вторым составителем был Вячеслав Михайлович Дробышев. И в нем 20 поэтов, родившихся на нашей Буйской земле, очень разных и талантливых. И когда мы делали презентацию этого сборника, по неволе возникла вот эта идея. А сейчас не собраться ли нам всем вместе? И вот после этого действительно Вячеслав Михайлович предложил, а Галина Витторовна, директор музея тогда имени Ольховик, предложила нам собираться у них здесь. И вот это было начало. В январе 2000 года, 27 января, было первое заседание нашего общества. Объявили конкурс, как назвать наше объединение. Ну, прошло предложение Скородумова Ирины, Буйские голоса. Очень хорошо, просто, понятно, все. И вот с тех пор, каждый последний вторник, раз в месяц, мы собирались здесь, в музее, за круглым столом. И уже все вместе начинали обсуждать творчество того или иного поэта. Вот с молодежью у нас зацепки. Очевидно, все-таки, действительно, вот средний возраст у нас настолько, ну, высок, довольно высок. И мы для молодежи не всегда интересны, понимаете? У нас были молодые Катя Баранова и Галя Азерякова. Они даже в школе учились, участвовали в нашем объединении. После окончания школы они уехали и поступили в институты. Молодой вот Антон Румянцев, после этого, он походил недолго. Чем-то мы его не удовлетворили. И сейчас он не посещает наше заседание. Ну, из молодых у нас сейчас Ольга Левадна, очень талантливая девушка, очень талантливая. Стала недавно она матерью. Сегодня она будет, обещала быть здесь. А сколько книг отдельных авторов было издано за 20 лет? Но подводить итоги рано, считают в литературном объединении. 20 лет – время юности, расцвета и смелых творческих планов. Вообще умным людям жить не легко. А уж поэтам, которые еще чувствуют все сердцем и проявляют это вот эмоционально, я понимаю судьбу Лермонтова, Есенина, Маяковского и так далее. Извините, поэтическая судьба, завидовать нечего. Талант, очевидно, не так-то легко вот окупается. Что пожелать? Вдохновения, писать больше. И чтобы читатели наши откликались на это. Вот это для них самая большая награда, когда читатель читает и принимает эти стихи. Продолжение следует...